Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Если вы решили сменить свой старый смартфон, с Android на новенький iPhone и задаетесь вопросом, а можно ли перенести на новое устройство нужные вам данные, это видео будет вам полезно, так как мы детально разберем, что можно перенести и как это сделать. Итак, начнем. Первый способ переноса данных с Android устройства на iPhone вручную при помощи компьютера. Чтобы перенести контакты, фото, музыку, видеозаписи и документы с Android на iOS потребуется компьютер с установленной программой iTunes. Для переноса подключите Android устройство к компьютеру и найдите здесь свои фотографии, видео, музыку, документы и другую необходимую информацию. Фото и видео на большинстве устройств находятся в папке DCIM Camera или что-то наподобие этого. Музыка обычно хранится в папке Music, а документы в папке Documents. Выберите данные, которые необходимо принести и скопируйте их на компьютер. По завершению процесса копирования отсоединяем его от ПК и подключаем к компьютеру уже iPhone. Открываем на компьютере программу iTunes и синхронизируем фотографии, видео, музыку и т.д. с iPhone. После синхронизации ваши данные будут доступны в соответствующих разделах. Пример фотографии в программе фото, альбомы. Музыка будет доступна в программе музыка. Книги EPUB и файлы PDF на устройство iPhone будут доступны в программе книги. Все книги. Что касается переноса контактов, то самый простой способ это сделать – использовать стандартные пункты меню «Импорт и экспорт». В таком случае не понадобится скачивание дополнительных программ или синхронизация. Как это сделать? На смартфоне с Android нужно открыть контакты, а затем в меню найти пункт «Импорт и экспорт». В этом разделе есть экспорт на накопитель. Таким образом на телефоне будет создан файл формата VCF, который могут читать и девайсы от Apple. Далее остается скопировать файл на iPhone через iCloud, Bluetooth или iTunes. Отправьте файл с контактами на электронный адрес в iCloud. Откройте письмо в приложении Mail или же синхронизируйте устройство и передайте по Bluetooth. И еще один из способов скопировать файл на ПК, а затем перетащите его в iTunes, синхронизированный с вашим iPhone. После того как файл будет скопирован нужно лишь воспользоваться импортом телефонных номеров, контакты, импорт-экспорт и указать файл. Помимо экспорта на Android устройстве есть пункт «Отправить». Вы также можете воспользоваться им и отправить контакты любимец предложенных способов. А затем импортировать на iPhone с почты, диска и т.д. Еще один способ переноса контактов с помощью сим-карты, но количество контактов при таком переносе ограничено от 200 до 400. В таком случае на Android устройстве при импорте нужно выбрать сим-карту, затем вставить сим-карту в iPhone, открыть меню настроек «Контакты» и здесь активировать импорт контактов в сим. После этого полный перечень записанных номеров скопируется в соответствующий раздел. Что касается программ, то большинство из тех которые устанавливаются на Android доступны в App Store и вам достаточно будет открыть App Store, найти программы которые используете и установить их на ваш iPhone. Для второго способа переноса данных вам понадобится Wi-Fi, специальное приложение и немного свободного времени. Активируем Wi-Fi на Android в смартфоне и скачиваем на него приложение Move to iOS. Теперь нужно убедиться в том, что на iPhone будет достаточно памяти для переноса всех данных с Android устройства. Подключаем оба устройства к зарядке, потому как перенос может занять продолжительное время. Если вам будет нужен перенос закладок обновите Google Chrome до последней актуальной версии. На iPhone во время настройки нового устройства iOS откройте «Программы и данные», затем нажмите «Перенести данные с Android». Если iPhone уже активирован и настройка уже завершена необходимо стереть данные с iOS устройства и начать заново. Для этого откройте настройки «Основные», «Сброс». «Стереть контент и настройки» и подтвердите удаление данных. Включите iPhone и нажмите «Настройки вручную». Выберите язык, сеть Wi-Fi и следуйте подсказкам мастера настройки. На экране «Программы и данные» нажмите «Перенести данные с Android». Если вы не хотите стирать данные, перенесите содержимое вручную. Как это сделать, я уже говорил ранее. Для продолжения переноса на Android-устройстве запускаем приложение «Move to iOS» и жмем «Продолжить». Принимаем условия лицензионного соглашения, а затем «Далее». На экране iPhone «Перенос Android» нажмите «Продолжить». И подождите, пока появится 6-ти или 10-ти значный код. Если на устройстве Android отображается сообщение о плохом качестве подключения к интернету, игнорируйте его. Введите полученный код на устройстве с Android и подождите, пока не появится экран переноса данных. Затем выберите то, что вам нужно перенести и нажмите «Далее». Обратите внимание, даже если на устройстве Android появится уведомление о завершении процесса ничего не предпринимайте, пока индикатор загрузки на iOS-устройстве полностью не заполнится. Процесс переноса может занять некоторое время в зависимости от объема переносимого содержимого. Доступен перенос следующих данных – контактов, истории сообщений, фотографий и видеозаписей с камеры, закладок из интернета, учетные записи почты и календари. Кроме того, будут перенесены некоторые из бесплатных программ, если они доступны в Google Play и в App Store. Как только индикатор загрузки на устройстве iOS дойдет до конца, нажмите «Готово» на устройстве Android. Затем нажмите «Продолжить» на устройстве iOS и завершите его настройку, следуя инструкциям на экране. После запроса введите пароль от Google аккаунта для синхронизации почты и календари. Теперь убедитесь перенесены ли все выбранные вами данные. Музыку, книги и документы в формате PDF возможно придется переносить вручную. Что касается приложений, автоматически устанавливаются лишь те, которые бесплатно доступны в App Store. Остальные нужно будет найти через поиск и загрузить вручную. Если вы знаете другие, более простые способы переноса данных, будем рады видеть их в комментариях под этим видео. А с перечисленными ранее способами справится даже новичок. Нужно только внимательно следить за советами и у вас все получится. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok